Пирожные на пальцах, фрукты на шее, конфеты на руке. Елена Зюкина сама делает украшения из пластики, популярного сегодня материала. Кулинарные миниатюры Елена дарит друзьям и родственникам. Моя коллега Юлия Комкина попробовала сама сделать кулон в форме конфеты. Елена Зюкина два года делает пластические операции, создает эксклюзивные украшения из пластики. Податливая, после запекания прочная. Полимерная глина, так официально называется материал, позволяет фантазировать и экспериментировать. Я не использую практически никаких инструментов, только какие-то подручные материалы, например, зубочистка. Очень многие вещи делаются зубочистками или какими-то подручными средствами, кисточкой, какими-то колпачками от лака, от лекарств. То есть все, что находится под рукой, все идет в ход. Елена творит в жанре кулинарная миниатюра. Рулетик на тарелке, ягодный тортик с кремом, круассан с шоколадом. Похоже на сказочную кондитерскую для маленьких человечков. Каждая работа поражает. Очень уж похоже на реальные лакомства. Недаром скульптор лепит с натуры. Надо мной мои знакомые и родственники смеются, что когда я вижу торт, я первым делом думаю о том, что его необходимо слепить. Здесь можно просто выбрать какое-то изображение тортика, пирожного, которое приглянулось, и просто попытаться его повторить. Я думаю, что здесь нужна хорошо натренированная мелкая моторика, ну и аккуратность. Сладкоежка от искусства в гастрономическом плане Елена к кондитерским изыском равнодушна. Я слабости не люблю совершенно. Может быть, поэтому могу спокойно этим заниматься. Есть в ее работах цветочная тематика и даже фруктово-ягодная. Например, будто закованные в лед кусочки арбуза, апельсины и клубники. Елена устроила для нас мастер-класс. Суфле в шоколаде. Скатываем из белой пластики шарик. Оборачиваем его в коричневую глину. А теперь скатываем в шарик. Катаем до тех пор, пока не исчезнут все места соединения. Наконец, придаем будущей конфетке форму. Вот такая у нас получилась заготовка конфетки. А чтобы она выглядела более натуралистично, ее необходимо надкусить. Но не волнуйтесь, не в прямом смысле. Для этого нам понадобится вот такой колпачок. Ммм, как аппетитно! Такие украшения может позволить себе только смелая и стильная девушка. А если вкусную бижутерию сделать своими руками, это будет настоящий эксклюзив. Дерзайте! И, возможно, унылая осень засияет для вас яркими летними красками. Юлия Комкина, Максим Леонов, телеканал СЕИМ.